Слушай, неловко, неловко получилось немножко? Согласна, согласна, да, как-то прям не очень. И как это, как сейчас быть вообще? Я не знаю, ну это должен кто-то сказать, я не знаю, ты или я. Ну понятно, что им должен кто-то сказать, но я это не буду говорить, да ну нафиг, это блядь, нет. Это так стыдно, перед подписчиками это просто с ума сойти, я не буду говорить, нет. Слушай, ну ты же первая это узнала, поэтому ты всеми расскажи, я вообще тут ни при чем, давай рассказывай все. Слушай, ну да, мне подписчица это написала, но я тебе переслала это, это все, я больше ничего не буду, нет. Слушай, может мы тогда ничего никому рассказывать не будем, просто пойдем другими делами заниматься, дом мы построили, построили, пускай там все, она живет, эта панда, и мы просто уйдем. Ага, а стримов у тебя не существует, да, каждый вот это вот вторник, четверг, субботу, да? Да есть у меня стримы каждый вторник, четверг, субботу в 7 вечера, но на прошлом стриме, на прошлом стриме мы просто узнали одну просто смертельную новость. Ну давай мы ее не будем никому рассказывать, они ее сейчас узнают, и просто в шок нафиг все впадут. Лучше будет, если никто ничего не будет знать, пойдем другими делами заниматься, пошли-ка, давай за мной. Если у тебя нет с собой куриных яиц, то они есть у меня, и я скажу. Все, я решилась, я говорю. Кого нет у меня? Куриных яиц. У меня есть куриные яйца. Покажи. Я тебе не буду, куриный яйца, и в холодильнике. Ладно, все, пошли, я скажу, все, я скажу, это должны знать, это рано или поздно вскроется. Все, давай тогда говори, я слушаю внимательно, давай, все подписчики должны знать правду, давай, Кать. Наша коричневая панда вовсе не коричневая, нет, она коричневая панда, но она не панда, нет, она панда, как по природе своей, ну в общем, ее, ну, то есть, его зовут Антонио де ля Спагет, и он из Испании. Фух, он из Италии, Спагет, это же макароны из Италии, не из Испании. Коричневая панда не девушка. Мы ее всегда называли она, но это он, его зовут Антонио. Мне подписчики просто скинули ту серию, когда мы его ловили, и мы в той серии его назвали Антонио. Но прошло время, прошли года, десятилетия прошли, и мы, и мы забыли то, что это он, мы думали, что это она. И вот мы только недавно задумались то, что, а как Пе, Пеодро, Пеодро, с которым коричневая панда тусовалась полсезона выживания в лодке. Как же Пеодро, Кать? Вот, они, видимо, просто были друзья, ну а с чего мы взяли, чтобы они там это, они друзья, они были друзья. Да, вот, они друзья, это был, ну, а что, никто же никому не говорил то, что они там женаты, или то, что они, да, то, что Антонио познакомил Пеодро со своими родителями, но это ни о чем не говорит. Но Пеодро умер, он же Эндермен, у нас в городе пошел дождь, и Эндермен, Пеодро кокнулся под дождем. Ну, 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 ну вот, мы узнали всю природу Антонио де ля Спагетта. Это просто банальное совпадение, это мы не так поняли, это нам не так преподнесли. Я считаю, что, что мы должны исправить свою ошибку. Да, мы, мы точно должны это исправить, но для начала, выйди сюда на улицу. Я должен показать подписчикам, что мы исправили в нашем вот это китайско-японском домике. Ну, я флаги вот перевешал, вот, раньше они были синими, сейчас они вот цвета, цвета, цвета Японии. Ну, японский флаг, все правильно, ну давай экскурсию проведи небольшую. Ну, давай, ну, снаружи мало что поменялось, ну, я там, там, люки добавил, там, бамбук добавил, а тут небольшой пляж вот появился с фонарями, если Антонио захочет вот выйти и искупнуться. Но самое интересное, самое интересное находится как бы внутри, потому что все вот эти внутренности я перестроил. И посмотри, как здесь уютно стало. Чувствуешь вот этот самурайский дух? Я чувствую, мы с тобой, когда захотим куда-нибудь за границу смотаться, мы поедем сюда отдыхать в Японию. Ну, вот-вот, граница у нас в городе. Так, а сейчас, Антонио, ты притащи ему бамбучка, пожалуйста, вот там бамбук у нас растет. Ага. Вот, сейчас мы сломаем, и все ему притащим. Мечом! А почему ты нижний бамбук ломаешь? Он же расти не будет, посади обратно. Тихо-тихо-тихо-тихо, вот, держи. Корми, ну тыкни по нему правой кнопкой, господи. Все. Ой, вот сам, сам лично настоятельный, Антонио, для нас пакет. Все, сам настоятельный, все, пошли отсюда, все. Ты кушай, 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 мы тебя не отвлекаем. Да выходи ты уже отсюда из этого дома, давай. Пошли. Так, надо притащить ему друга. Но это мы еще поспорим с тобой, друга ему привезти или кого-то другого. Кого другого? Я тебе говорю, никакого друга. Ну все, он уже потусил с ним, все уже. Их дороги разошлись, ему жена нужна. Пошли в джунгли, приведем ему девушку. Да, да, да. Слушай, а кто тебе вообще сказал то, что ему жена нужна? Друга, у него Педро, друг, умер. Мы сейчас пойдем, лодки расставим вокруг нашего города и будем пытаться словить Индермена, чтобы заточить к нему. Никакая жена ему не нужна. У нас весь город, блин, в парочках. Ну почему у него должен быть друг, а у других нет? Потому что он холостяк. Что это за стереотипы такие, то что каждому нужна пара, он хочет быть самостоятельным. У него есть друзья, которые будут приходить к нему домой, садиться за PlayStation 4 и задротить какие-то игры. Ему не нужна никакая жена. То есть ты хочешь сказать, что мы сейчас идем ловить Индерменов, что ли, ему? Специально? Да, мы сейчас идем специально ловить Индермена, поэтому я сейчас крафчу дофига лодок. А жена ему не нужна. Кстати, а мне подписчики, знаешь, что на стриме писали? То, что если ему искать жену, то только коричневую. То есть коричневая панда должна быть с коричневой пандой. И сколько ты думаешь сейчас серии уйдет на то, чтобы мы ему коричневую жену панду нашли? А вот прям сейчас засечем. Я пошла в джунгли искать коричневую панду. Ну и пошла ты! Ну в смысле, в джунгли? Не куда-то там другое место, а в джунгли. А я пойду тогда Индерменов ловить. Так, еще дойду лодочку одну скрафчу и все. Нифига себе! Ну и что ты не идешь в свои джунгли? Я что-то это, погорячилась. Ну ладно, пойдем вместе лодки расставлять это. Ладно, так уж и быть. Одумалась, да, значит? Решила не портить, решила не портить жизнь молодому человеку панде. Да мне просто страшно одной в джунгли идти. Ага, конечно страшно, сыкуха. Все, давай иди за мной и не спорь. Придет время, а мы найдем коричневую панду через серии 20, 100, наверное. Я не знаю. Что-то коричневые панды не так просто ищутся, как все подписчики думают. Ну а сейчас будет самое сложное. Вот это, забирай вот эти все лодки. Нужно просто весь город заставить лодками. Потому что словить Эндермена в лодку, это дело не из простых. И ты примерно понимаешь, чем мы сейчас будем заниматься, да? Ага. Знаю я, чем мы сейчас будем заниматься. 30 часов будем Эндермена в лодку ловить. Да проще уже реально до джунгли дойти и коричневую панду там найти, чем его поймать. Давай расставляй и не умничай. У нас мало времени. Антонио скучает. Подругу. Ну, я думаю, он точно должен попасться. Наверняка. Ты думаешь, что хотя бы в одну лодку он сможет попасться? Мне кажется, хотя бы вот в одну, да, точно попадется. Вот 100%. Ну мне кажется, ну давай еще хотя бы в половину больше расставим. И тогда будет шанс, что он попадется. Ну Эндермен же шустрый. Он чуть-чуть туда телепортируется. Мы фиг его в какую-то лодку словить-то сможем вообще. Не, ну ты прав, наверное, надо еще 100 лодок добавить. Еще думаешь, что давай сразу 200? Да, давай, все, погнали делать. Давай. Так, нормально, нормально, здесь нормально. Здесь, в принципе, тоже нормально. Там вообще дофига лодок. И даже вот здесь, возле дома, их тоже дофига. Короче, Кать, сейчас будет самое сложное. Ты где? Вот. Эй, тут, тут, водка. Подойди вот сюда. Сейчас будет самое сложное. Твоя задача быть приманкой. То есть ты должна будешь найти Эндерменов как можно больше, заагрить их, чтобы они сюда прибежали. И вот тогда надо будет хотя бы одного затащить в лодку, а? А ты тогда что будешь делать? В чем твоя задача будет? Эээ, охранять лодки буду, чтобы никто не спер. Ты знаешь, сколько в городе у нас вот таких воришек новых появилось? Ага, понятно. Ты просто боишься быть приманкой для Эндерменов. Опять все я, опять я. Ну давай согласимся, то что ты намного красивее, чем я. Ты же все же девочка. Вот. А Эндермены, ну, увидят такую красотульку, как ты. И сто процентов захотят за ней побежать. Понимаешь? И что, правда, что ли? Правда, правда. Поэтому понимаешь, почему я тебя отправляю за Эндерменами? Ну тогда ладно, все. Иди тогда стой, охраняй, я буду приманивать. Ага. Все, вот. Да. Как легко обдурить девушку. Сказать, что она красивая. Так, иди я, я жду тут. Пять. Пять фантомов. Я передумал. Возвращайся сюда ко мне. Да ну нафиг этих Эндерменов. Давай их сначала кокнем. Че мы с тобой так давно не переспаливали уже, Кать? А ты там охраняй, охраняй. А мне нужно приманивать Эндерменов. Прости, не могу. Давай, не приманивай. Он уже на меня идет. Привет. Привет. Пойдем мы со мной погуляем. И привет. Я так с тобой всегда мечтала познакомиться. Меня всегда привлекали парни, как ты. КОГО? Привлекали парни, как он? Я привлекаю его. И это самое. Ты охраняй. У нас клан. У него в руках цветочек. Подойдем. Тебе цветочек хочет подарить. Посмотри, тюльпан белый. Привет. Пойдем. У меня там к тебе есть просьба. Одна в лодке посидеть. Ты не против? Пойдем. Пойдем за мной. Тупица, приведи за мной. Да что ты его бьешь? Та парней не так привлекают, как ты думаешь? Давай, котел. Все получится. Он за тобой прям бежит, 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 бежит. Так, давай. Все. А что, так просто было? А зачем мы расставляли 14 тысяч лодок? Можно было же просто одну поставить. А давай еще штук 10 эндерменов позовем и строим тусовку. Кстати, у Антонио будет больше всех друзей в этом городе. Так, еще эндермены. Ребята, за мной. По лодочкам размещаемся, выбираем себе удобненькое место. Да кто взрывается? У меня крипер здесь взорвался. Ядрить меня в пупок. Это пока мы новых эндерменов притаскиваем. Ты посмотри, сколько всех здесь в лодке позасаживались. Ребята, вы с чего решили-то, что мы гостей принимаем, кроме эндерменов, а? Павук еще пришел. Ну давайте тоже в лодку сядь. Так, давай тогда делаем так. Ты садись в одну лодку, я сажусь в другую лодку. И сейчас этих эндерменов надо перетащить вот туда, к нему, в японский домик. Так, все, а они нас это не кокнут? Вот это я, кстати, не знаю. Ну вроде да, вроде они нас бить будут. Поэтому давай. Отлично. Ну отлично, вас здесь мало. Все, поехали, давай за мной. Ааа, надо площадку расчистить, неудобно ехать. Ты как там? Держишься? Все нормально? Все нормально, полет хороший. Ага. Ты главное не шандарахтись, потому что сама потом будешь это все заново затаскивать. Эндермен, придись, ну сейчас же башкой стукнешься. Катя, он башкой стукнул с тобой вот этот чердак. Ой, страшно, страшно, не могу повернуть. Давай, 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 Антонио, ты не ждала, мы приперлись с новым другом. Эфа, вот так. Со вторым новым другом поберегись. Давай, Малай, и там еще третий остался сейчас, подожди, я за третьим сгоняю. Ну пригнись ты хотя бы в этот, ну пригнись. Он опять не пригнулся. О, нормально, нормально, все, о, хорошо, пошел, хорошо, все. Тогда вот здесь я его оставляю, подожди, вот здесь я его оставлю, вот так. Вот, все нормально. Ага, отойди, вот это мы потом застроим, но да, я хотя бы вот этот выход здесь закрою, чтобы вот этот Антонио случайным образом не убежал. Все вот так, все, давай, заходи сюда внутрь, быстро. Нет, теперь уже точно никакой дождь не смоет их. Ага, все, сейчас они точно не кокнутся. Ну, 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 ты посмотри только на это. Мне кажется, Антонио тоже надо запихнуть в лодку, как ты думаешь? Ну, может быть, он сам решит, что ему сделать, как бы, ну, взрослый уже человек молодой. Ну, кстати, да, Антонио, тогда мы тебе мешать не будем, сейчас мы ему... Да подвиньтесь, вот это, вот это, Педро номер один, Педро номер два, Педро номер три, сейчас, все, да. Так, еще один бамбук, господи, что ты такой ненасытный-то? На, жри, опа. Так, вопрос, а чем эндерменов кормить, как ты думаешь? Ну, может быть, он тоже будет бамбуком питаться, они же все-таки друзья. Может, живой плотью, может, они тебя покушают. Так, слушай, ну-ка, все, у них тут тусовка своя, пойдем отсюда. Да, все, так тогда мы вам не мешаем, а баба, вот это, честно скажу тебе, Антонио, баба, это совершенно не главное в жизни. Когда придет время, тогда придет. Все, хорошей вам здесь тусовки. Давайте, ага. Все, пошли, Кать. Погоди, погоди, сейчас я что-то не поняла. Что-то там про бабу только что сказал. Какая вообще баба, блин, а? Не, 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 я ему сказал то, что баба это не главное в жизни. Я не про тебя говорил, Кать. Я ему сказал, что он молодец, что он тусуется с пацанами, и вот это, баб у него нет. Угу, ты, наверное, сейчас бы тоже с пацанами хотел потусить, да? В смысле, какие пацаны, да при чем здесь пацаны, я к этому кантоне обр... Убери, убери лук, Кать. Иди к ним, тусуйся, и больше ко мне не подходи. Ну, господи, что это за бабская логика? Ну, я же не про тебя даже говорил, Кать. И оба. Да, убери свой лук. И еще разок. Убери лук, я тебе еще раз говорю. Ну, а я тогда пойду с новым другом тусоваться. Привет, мистер Крипер, поехали в кафешку. Ой. Ну, что-то как-то не получилось с ним подружиться, да? Ой, ну и пойду к Игорехе, знаешь что? Ну, иди к своему, Игорехе, я пойду к мужикам. Здорово, мужики. Вывали. Меня тоже баба проглала. Что, будем с вами холостяками с этого момента? Ну, подвинься, Педро. Засандалюсь тебе в лодку. Насыпай бамбук, Антонио. Сейчас нажремся в хламину. А я, кстати, я за медиком сейчас гоняю. Ты никуда не уходи, сейчас вернусь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!